Взаимоотношения между Ираном и Азербайджаном От этих актуальных вопросов я решил в своем докладе сделать обзор исторических предпосылок, которые существуют в отношении нации строительства в Азербайджане, религиозного фактора. Потому что те проблемы, которые обсуждаются в данный момент, включив взаимоотношения между двумя странами, носят порой острый характер. В принципе, видение моего касательно причин, которых вы увидите из моей речи. То, что в общественно-политической жизни того или иного государства могут происходить процессы, являющиеся предметом пристального внимания соседних, иногда далеких государств, не есть аномалия. Так уж устроена сама система международных отношений в современном мире. В зависимости от политического и экономического контекста взаимоотношений между странами, такие вопросы, даже будучи исключительно вопросами внутренней политики, могут приобретать большую или меньшую важность для внешних сил. При этом фактическая, а не юридическая, внутриполитичность таких вопросов может меняться прямо пропорциональным образом в зависимости от степени актуальности темы в контексте взаимоотношений между странами или в зависимости от желания внешних сил использовать такого рода вопросы в качестве инструмента давления или дополнительного рычага. Такое давление может принимать различные формы. О них и не только в данной статье пойдет речь. В последнее время в общественно-политической жизни Азербайджана продолжаются дискуссии вокруг вопроса женского головного убора в образовательных учреждениях. Очевидным является то, что вопрос этот благополучно решится в скором времени, тем более, что в азербайджанском обществе есть целый ряд иных, не менее важных вопросов, требующих общественного внимания и поисков решений. Полемика по данной теме в азербайджанском обществе и, самое главное, тот факт, что эта полемика целенаправленно подогревается извне, наводит на определенные размышления, которыми мы хотели бы поделиться. Как известно, обострение дискуссий по теме в азербайджанских СМИ наступило сразу после появления в сети видеообращения гражданина Муфсума Самедова, возглавляющего группу лиц, именующих себя «Исламской партией Азербайджана» по вопросу головного убора в образовательных учреждениях, содержащего откровенно провокационные антиазербайджанские высказывания. Сразу же ряд местных оппозиционных СМИ и интернет-ресурсов увязывают вопрос женского головного убора в образовательных учреждениях с иными вопросами социально-экономической и религиозной политики правительства Азербайджана. А с другого берега Аракса доносятся голоса представителей иранского духовенства, наставленческий братским тоном, призывающих к толерантности официального Баку. В то же время рупор иранской пропаганды, телевизионный канал Сахар-ТВ, все еще каким-то невероятным образом транслирующийся на Азербайджан, принимает уже совсем иную тональность. Как и ранее, исламский фактор вновь используется Тегерану для осуществления одного и того же избитого сценария. Речь идет не просто о духовно-идеологическом влиянии, а именно о сценарии, использующемся каждый раз при тех или иных общественных дискуссиях внутри страны на околорелигиозную тему. Во-первых, по причине отсутствия особого выбора, Тегеран из раза в раз использует практически одни и те же персонажи, представляющие круги азербайджанского социума, подверженные сильному влиянию шиитской идеологии. Это ряд Солобширонского полуострова, ряд южных регионов республики и несколько протестных или маргинализированных духовных авторитетов. Вот, собственно, и все. Во-вторых, внешнее влияние это видно по степени поддержки и синхронности работы рупоров иранской пропаганды и местных наомитов Тегерана. Речи спикеров мулакратии типа Мовсума Самедова сами по себе не более чем тупое подражание и грязная игра на архетипах мышления азербайджанцев. В терминах того же исламского права, специалисты подтвердят, это полнейший популистский неадекват призыв к фитне, восстанию и смуте. Смута, как известно, является одним из желейших грехов в мусульманском кодексе и противоречит целому ряду разделов мусульманского права, как то о правопорядке, о повиновении эмира, о мере допустимости обсуждения набожности другого мусульманина, о мере допустимости обсуждения набожности эмира, о мере допустимости обсуждения политики эмира и так далее. Иран является мировым центром шиитской джафаритской мысли. В Гуме, Исфагане, Мешхеде проживают сотни шиитских ученых, многие из которых являются мучтагидами, то есть обладают не просто духовным, но еще и общественно-политическим авторитетом, причем авторитет этот не признают государственных границ. Если учесть, что ислам, а шиитский ислам тем более, невозможно деполитизировать, то легко проследить, кому именно на руку закладывать такую бомбу под светкость азербайджанского самосознания. Такой народовольческий боевой шиизм ничего кроме Бейрута начала 80-х не принесет со всеми возможными последствиями для судьбы азербайджанского народа и азербайджанской государственности. Это прямая идеологическая диверсия, провокация на обострение общественных дискуссий вокруг вопроса головного убора и попытка загнать дискуссии в рамки исключительного взаимоотношения человека с Господом. Но ведь государство, согласитесь, это больше, чем моление, и строить принципы общественного управления нельзя на принципах ашуры, если говорить в шиитских терминах. Еще в начале 20-го века лучшие умы в те годы совсем молодой азербайджанской нации высмеивали подобные темные стороны азербайджанской души, и большая часть этих самых наших классиков и просветителей, кстати, состояла из вполне правоверных мусульман. Вплоть до 19-го века значительная часть произведений азербайджанской литературы создавалась именно на персидском языке. Обращая внимание на это обстоятельство, Мамед Амир Асулзаде подчеркивал, что азербайджанцы, не зная о своем тюркском происхождении, считали себя иранцами. Они мыслили, как иранцы, вели иранский образ жизни, считали себя иранцами. Азербайджанцы, забывая о своих корнях, теряли многие национальные черты. В этой ситуации только преодоление доминирования в общественной жизни религиозных норм и посягательство на незыблемость конфессиональной идентичности открывали путь реформам и модернизации азербайджанского общества. Иными словами, начавшийся приблизительно в середине 19-го века процесс нации строительства азербайджанцев на основе идей просветительства характеризовался, наряду с борьбой за чистоту национального языка, также ярко выраженной антиклирикальной направленностью. Иными словами, чтобы стать азербайджанцем, потребовалось стать больше, чем просто мусульманином или закавказским тюрком, и появление феномена светского мышления национальной элиты стало краеугольным камнем нации строительства азербайджанцев. Все творчество азербайджанских классиков-просветителей на рубеже 19-го-20-х веков, а также светскость двух азербайджанских республик 18-го и 91-го годов, есть очередной пример того, что видение азербайджанских элит разных исторических периодов, то есть период самодержавия, советский период и после развала СССР, совпадало по данному вопросу. Выбор в пользу светскости сделан давно, сделан не в кабинетах и парламентах, не искусственно. Он сделан Мирзафат Али Ахундовым, Аббас Куля Агабы Кихановым, Гасам Беком Зардаби, Али Беком Гусейн Заде, Джалилом Маммед Кули Заде и, наконец, Маммед Амином Расул Заде. Первым драматургом в цюркском мире был азербайджанец. Первым композитором в цюркском мире был азербайджанец. Среди цюрков России именно азербайджанцы выпустили первую газету. Именно азербайджанцы первыми порвали с арабским алфавитом. Первая опера во всем мусульманском мире была написана азербайджанцам. И именно азербайджанцы первыми в мусульманском мире предоставили женщинам избирательное право. При этом, как отмечает американский исследователь Уинбуш, это пробуждение, сопровождавшее его брожение интеллигенции, были местным азербайджанским явлением, а не простым подражанием культурным российским моделям, как это, например, отмечалось у паволжских татар. Как было отмечено выше, структура азербайджанской нации созрела под влиянием светских европейских идей и является синтезом европеизации, тюркизации и исламизации. Таким образом, любые системные сдвиги и уступки в сторону исламизации, по крайней мере на нынешнем этапе, будут принимать шиитскую форму и будут откатом на столетие назад, возвращением в XIX век, фактически обратным сдвигом в сторону иронизации. При этом следует помнить, что противной стороной медали являлось бы чрезмерное усиление в Азербайджане сунницкого фактора, что определенно привело бы к османизации самосознания азербайджанцев, размыванию осевого хребта, отличающего Козылбаши от османов. В этом плане, в рамках поставленной перед азербайджанским духовным и интеллектуальным обществом еще при жизни Гейдара Алиева, задача выработки собственного видения ислама, этатистского, азербайджанского, а не турецкого или персидского, является архиважной. Когда, как не сейчас, учитывая всю сложность внешнеполитического положения Ирана, умам, определяющим в Тигране внешнюю политику, стоит задуматься. Возможно инициировать построение отношений с северным соседом на иных принципах, нежели лозунги и иступленные фетвы нескольких маргинализированных мул из пригорода в Баку, чьи комплексы духовной и мирской непоналценности приобретают форму беспринципной и дешевой продажности. Торгово-экономические отношения между нашими странами, речь идет об Иране и Азербайджане, сегодня как никогда на высоком уровне. В последние годы ощутимо возрос поток туристов, особенно из Ирана в Азербайджан. В последние праздники Новрус в Баку этих туристов можно было видеть буквально толпами. И это действительно радует. Много азербайджанцев традиционно ездят учиться, лечиться, отдыхать, делать бизнес. Например, если речь идет о традиционно, одна из основных целей, это когда люди едут по причинам здоровья. То есть многие азербайджанцы ездят лечиться в Иран, так как там очень хорошее соотношение между качеством здравоохранения и ценой лечения. Ну, исторически великое количество азербайджанцев, шиитов, паломников, регулярно посещающих священные места в ряде городов Ирана. Практически каждый третий иранец владеет азербайджанским языком в большей или меньшей степени. Но вместо того, чтобы использовать данную общность, вместо того, чтобы поддерживать добрососедские отношения, которых Ирану в современном мире ой как не хватает, Сегиран выбирает подковерный инструмент давления. Геополитическая судьба Ирана сегодня, как никогда напрямую, зависит от чуткости и грамотности руководства страны во взаимоотношениях с государствами, с которыми Иран объединяет больше, чем просто соседство. Как видно, вопрос не в том, в чем будут ходить на занятия азербайджанские студентки и школьницы. Кто-то в Тегеране, судя по всему, думает, что в Азербайджане имеют территориальные претензии к Ирану. Но это глубокое заблуждение. Возможно, что даже само существование независимого Азербайджана, как мы убедились на примерах выше, может раздражать тегеранских грифонов, восприниматься ревностно. Но факт остается фактом. Азербайджан заинтересован в дальнейшем укреплении экономического сотрудничества с Ираном, максимизации выгоды своего положения на пересечении магистрали Север-Юг и Каспий-Черное море. С 1993 года ни один азербайджанский государственный деятель, чиновник или дипломат даже намеком не делал заявлений по поводу гипотетического наличия в Азербайджане претензий на Южный Азербайджан. Трезвость политического мышления также подразумевает принятие во внимание того факта, что население Северного Азербайджана составляет чуть более 9 миллионов, в то время как количество азербайджанцев в Иране по разным оценкам составляет от 25 до 30 миллионов. Миллионов с иным отношением к религии, иным уровнем восприятия европейских ценностей, иным уровнем мировоззрения, иным мироощущениям. И этот фактор играет не последнюю роль в том, что руководство Азербайджана занимает принципиальную позицию по недопущению военной акции Запада в отношении Ирана, тем более с использованием территории Азербайджанской республики. Несложно представить то, куда именно, например, может хлынуть поток беженцев из Южного Азербайджана в случае силового варианта развития вокруг ядерной программы Ирана. После победы Исламской революции в Иране, одним из первых постановлений нового руководства страны, стало решение Исламского революционного совета от 10 ноября 1979 года об утрате смысла и отмене в одностороннем порядке действия статьи 5 и статьи 6 договора между СССР и Ираном, заключенного в 2021 году. Эта точка зрения иранского правительства была подтверждена в письме министра иностранных дел Исламской республики Иран генеральному секретарю ООН от 25 августа 1980 года. То есть речь идет о двух статьях, в соответствии с которыми СССР в 1941 году ввел войска Вера. Советская сторона проигнорировала эти односторонние действия. Россия является правоприемницей СССР. И сегодня, как и в 1941 году, есть только одно государство в мире, имеющее при определенных обстоятельствах право ввода войск в Иран. И если основатель нынешнего режима в Исламской республике Иран возвратился из изгнания на самолете Air France, то следующий вполне может сойти с трапа азербайджанских авиалиний. Продолжение следует...